Иеремия 17 глава с 5 стиха по 8 Так говорит Господь. Аминь. Я думаю, те слова, которые были в молитве о том, что только Иисус должен быть наше опору, я думаю, они где-то вот имеют отношение к этим стихам. Тот, кто полагается на человека, тот, кто видит свой источник в человеке, того удел проклятий. Полагающийся на Господа благословен. И что собой представляет благословение? В принципе, самое очевидное определение, с которого мы начинали в прошлый раз, с которого мы можем начать в этот раз. Благословение это что-то противоположное проклятию. То есть, если проклятие это то, что противоположно благословению, то очевидно, благословение это противоположное проклятию. И поскольку мы определили проклятие как отсечение от силы Божьей, отсечение от источника жизни, то соответственно благословение по большому счету это причастность к жизни Божьей. То есть это тот образ, который Еремей здесь говорит, что человек благословенный, он дерево посаженное при водах, пускающее корни у потока. И когда приходит зло, оно все равно остается зеленым, оно все равно остается плодоносным. То есть у него есть источник, который превосходит какие-то внешние обстоятельства. Приходит засуха и те растения, которые находятся где-то в местах без дополнительных источников влаги, они умирают. Дерево, которое посажено при потоках воды, оно качает воду из нижних каких-то слоев, земли из потоков и поэтому оно остается живо. И вот благословение предполагает какой-то дополнительный источник жизни. Благословение предполагает то, что у нас есть ресурс, которого нет у других людей. И этот ресурс в Боге. Если мы посмотрим на некоторые другие отрывки, например, Евангелие от Луки 2 глава, то там мы увидим очень интересный момент Луки 2.28. И в принципе такие же примеры мы можем найти в Ветхом Завете. Луки 2.28. Здесь мы видим встречу Симеона с Иисусом в храме и он взял его на руки, благословил Бога и сказал так и так и так. То есть мы видим Симеон делает интересные вещи, Симеон благословляет Бога. Луки 2.28. Симеон благословил Бога. В Ветхом Завете мы тоже считаем, что многие благословляют Бога. И это очень интересный момент, потому что на самом деле получается, если благословение это причастность к Божьей жизни, то как мы можем дать Богу то, что и так принадлежит Ему. И в принципе, когда мы говорим о служении материальными средствами, Давиду, по-моему, сказал, что или Давид, или Соломон, вот кто-то из них, когда они собрали приношение на постройку храма, они сказали, Боже, кто я и кто народ мой, что мы можем так жертвовать, потому что мы от руки Твоей получили и Тебе даем. То есть, по большому счету, как можно дать Богу то, что и так Ему принадлежит. Но, если мы посмотрим на библейский язык, то мы увидим, что благословение во многих случаях означает славу. То есть, когда благословляется Бог, это означает, что Бог получает надлежащую Ему славу. По большому счету, мы можем дать еще одно определение благословению. Благословение это воздаяние славы. То есть, два момента. Первое. Благословение это причастность к Божьей жизни, это причастность к источнику, который не человек, который не есть человеческие обстоятельства, это какой-то дополнительный источник жизни, Бог. И второй момент. Благословение это воздаяние славы. И что интересно, если мы посмотрим, то мы увидим, что в Ветхом Завете есть очень много благословений. И любое из этих благословений перекликается с самым первым благословением, которое Бог произнес в жизни человека. Если мы посмотрим, то все благословения Ветхого Завета, они достаточно такие прагматичные, они сводятся к четырем вещам. Первое это потомство. То есть, когда Бог благословляет, Бог дает обильное потомство человеку. Второй момент, когда Бог благословляет, Бог дает щедрый урожай. Третий момент, когда приходит благословение, благословение связано с обилием скота. И четвертое благословение это защита от врагов. Вот если мы посмотрим Ветхий Завет, то по большому счету все благословения, они охватывают либо все четыре пункта, либо один, либо два, либо несколько из них. А теперь давайте мы посмотрим самое первое благословение, которое было произнесено вообще в Библии. Это Бытие, первая глава, естественно, 28 стих. Бог создал человека, мужчину и женщину, сотворил их, и 28 стих. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. И можно чуть-чуть дальше прочитать, но давайте посмотрим уже на это. Бог благословил, и на что Он их благословил? Плодитесь и размножайтесь. То есть здесь мы видим потомство. Землю обладайте, наполняйте землю, обладайте ею. Здесь мы видим определенный момент на обилие урожая, произведения плодов земли. Владычествуйте над рыбами, над птицами, над всяким животным и так далее, и так далее. То есть здесь мы видим определенное обилие скота. И дальше мы читаем то, что Бог поселил их в Эдеме. Это было место, которое по большому счету представляло собой некую огражденную территорию. То есть это сад, это не просто какой-то дикий лес, это что-то, что было специально создано для человека. То есть среда обитания, в которой он был защищен от врагов. То есть по большому счету мы видим, что все благословения Ветхого Завета так или иначе не восходят к тому самому первому благословению, которое Бог произнес в бытии. По большому счету проклятие тогда это отсутствие всего этого. И мы можем сказать, что в чем проявляется проклятие. Проклятие проявляется в бесплодности. Проклятие проявляется в том, что ресурс складывается, нету отдачи. Проклятие проявляется в том, что враги становятся сильнее. И это по большому счету есть формы Божьих судов. Но смотрите, какой интересный момент. Мы говорим о том, что благословение это воздаяние славы. И второй момент мы видим, что все благословения Ветхого Завета, во многом случае даже то, что мы находим в Новом, оно восходит к тому самому первому благословению, которое было в Эдеме. Здесь очень интересный момент. Человек, если мы посмотрим на Эдем, человек получил в Эдеме славу. То, что человек получил, он получил славу, и он эту славу позже утратит. И в благословении тоже мы читаем, что человек получает славу. И вот если мы попытаемся как бы объединить вот эти две мысли, то мы увидим еще одно определение. Благословение это восстановление в той или иной мере изначального положения или славы человека. Это третье определение. Восстановление в той или иной мере изначального положения или славы человека. И мы читаем второе послание Коринфянам 3.18. Это тот стих, который мы где-то используем как наш основной стих. То, что мы взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ из славы в славу, как от Господня Духа. И это по большому счету, это то, что есть благословение. Первое, это причастность к жизни Божией. Второй момент, это воздаяние славы. И третий момент, это восстановление в той или иной мере изначального положения человека. Вот когда Бог благословляет, когда Бог говорит, что кто-то благословен, так или иначе, вот тот образ Божий, который он изначально определил в Эдеме, этот образ получает дополнительную жизнеспособность. Мы понимаем, то, что принес грех в этот мир, то, что принес дьявол, то, что принесло непослушание Богу, так или иначе, оно бьет по этому образу, оно его искажает. И это то, чем наполнен сегодняшний мир. И в этом смысле мы можем сказать, что весь мир лежит во тьме, весь мир так или иначе подвержен проклятиям. Но всякий раз, когда Бог вмешивается, то ли в отдельную жизнь, то ли в судьбу целого народа, вот то, что мы видим изначально, то, что мы видим в Эдеме, оно так или иначе где-то проступает. Мы видим восстановление вот этих моментов. Более того, самое великое благословение, когда Христос пришел, жил, умер, воскрес, был вознесен, мы видим, что во всем этом, опять же, авторы Писания проводят параллели. То, что был первый Адам, который что-то утратил, и есть последний Адам, который что-то восстановил. А что восстановил Христос? Христос, по большому счету, восстановил человечность. То есть, Он показал, каким мог бы быть, каким должен быть человек, если бы он не был подвержен действию греха. То есть, Христос явил благословение во всей полноте, насколько это было возможно. Вот все то, чего лишился Адам, все то, что он потерял, все то, что было искажено, Христос показал неискаженный образ. Показал Бога, как никто не показал. В послании к евреям мы читаем о том, что в древние дни Бог говорил в пророках, а в последние дни говорил в Сыне Своем, который, будучи образом Божьим, образом Его славы и так далее. То есть, Христос явил славу Божью в человеческой природе, как никто никогда до Него. И Он показал, что именно эта слава, вот это и есть та цель, которой мы призваны, вот это наше назначение. И Церковь Божья, мы с вами, наша задача как раз принести вот это вот благословение, принести вот эту славу в окружающий нас мир. То есть, по большому счету, Церковь является инструментом, Церковь является силой, которую Бог использует для того, чтобы благословлять людей, для того, чтобы благословлять этот мир. И есть некоторые отрывки, которые говорят о власти Церкви, да, то, что мы имеем власть связывать, разрешать, там, запрещать и так далее. И если мы посмотрим, то, что мы благословляем, то будет благословлено, что мы проклинаем, то будет проклято. Церковь имеет определенную силу. И отталкиваясь, вот это три момента. Причастность к Божьей жизни. То есть, большая причастность, да, чем не просто как бы на общих основаниях, а какой-то вот дополнительный ресурс, дополнительный багаж жизни Божьей. Второй момент это воздаяние славы. И третий момент это восстановление образа Божьего или восстановление изначального положения человека. Вот эти три вещи, как они приходят в нашу жизнь. Вот это самое сложное попытаться увидеть в Библии, потому что, опять же, Писание не ведет нас к какой-то четкой схеме. Писание ведет нас к живым отношениям с Богом. Поэтому всегда проблема, когда мы хотим взять вот эти живые отношения с Богом и расписать их, превратить их в какую-то систему. Там пять шагов, три шага, там десять шагов, семь шагов, да. То есть, мы не пытаемся сейчас разработать механизм, по которому вот четко приходят благословения. Если мы говорим о жизни органической, например, то мы понимаем, столько процессов разных происходит. И до сих пор люди, когда они пытаются описать, что такое жизнь, они теряются. Наука не знает, что такое жизнь. Мы видим, что происходят определенные процессы, происходят какие-то химические реакции, происходит какой-то там обмен веществ, что-то еще происходит. И вот мы понимаем, что это имеет какое-то отношение к жизни. Но как только люди пытаются написать формулу, как только люди пытаются прописать, выходит чепуха. Почему? Потому что по формуле они все это воспроизводят, а результата нету, результат не тот. Долгое время учили о том, что жизнь это там есть форма или способ существования аминокислот. Вот научились, насинтезировали этих аминокислот, слепили их в кучу. Вроде как бы, ну, по формуле все оно. Аминокислоты есть, там какие-то белки, то протеины, все-все-все, жизни нету. То есть, что такое жизнь? Вот этот неуловимый момент и благословение, по большому счету, связано с этой жизнью. И попытаться прописать какой-то четкий путь, как мы к этому можем прийти, это в принципе будет сложно. Потому что благословение в Боге и Писание побуждает нас приходить в Богу. Поэтому первое, что можно было бы сказать, ну, нужно очень сильно возжелать Бога. Был некто такой Иаков, у которого была, может быть, немножко по-человечески эгоистичная натура, но он очень хотел быть благословенным. Я не уверен, что он до конца понимал, что такое это благословение, но вот он очень хотел, он всеми силами к нему стремился. И мы видим, что ради этого он не останавливался ни перед чем. Перед обманом не останавливался, да? Вот. Ради этого благословения он готов был пахать долгое время. Ради этого благословения он боролся с Богом даже. И мы понимаем, что, ну, не стоит, наверное, подражать всем тем вещам, которые были в его жизни. Но один из нюансов, Бог благословил его, я думаю, как раз по той простой причине, он очень сильно хотел. Он не знал, что, как правильно делать. Он делал, как он, по своей сути. У него имя такое было уже, там, обманщик, да? Вот он такой был, я даже не знаю, как его назвать. Ну, наверное, такой лукавый был парнишка, пацаненок, который постоянно где-то пытался смахлевать. Ну, знаете, всегда где-то в школе есть такие дети, которые, грубо говоря, пошел в школу с пятью копейками, да? Приходит с пятнадцать, и он еще там на них и пообедал, еще, то есть где-то с тем сыграл, где-то с тем какой-то пари. И вот, скорее всего, Иаков был где-то таким же. Поэтому он как умел, он так и действовал. Но желание у него было благое. Он очень хотел быть благословенным Богом. И ради этого он готов был, в принципе, на все. Моисей, если мы посмотрим, та же самая история. Человек настолько хотел быть благословенным Богом, настолько хотел, чтобы эта жизнь Божья что-то сделала в нем, он не останавливался ни перед чем. Он увидел горящий куст, который не погасал, и подошел посмотреть ближе, чтобы разобраться, что это такое. Любой нормальный человек, который сорок лет в пустыне пасет овец, там с одними овцами, когда бы он увидел подобное явление, он бы бегом оттуда текал, где-то залег бы там за холмом, и в лучшем случае, ну, бинокли тогда не было, ну, как бы там, ну, никто бы не пошел на это смотреть. Ну, вот представьте сегодня, если вы видите какое-то сверхъестественное явление, да, ну, кто пойдет ближе? Наоборот, все люди прячутся, ой, а что там, а что там? Моисей подошел вперед, когда было вот это переживание на горе, когда там и клубы дыма были, и огонь, все что угодно было, и вот посреди всего этого стоит Моисей. Вот давайте мы представим себе самые страшные фильмы вот этой апокалипсиси, там какие-то метеориты падают, там дым, огонь, в общем, грохочет все, и вот среди всей вот этой лавы стоит человек, да, и говорит, Боже, я хочу увидеть славу Твою, вот среди всего этого. И Бог ему говорит, ну, как бы, человек обычно умирает, когда он это видит, то есть то, что сейчас, это даже не слава, это просто где-то я так немножко вмешался в мироздание, и происходят вот эти вещи. Ты реально хочешь увидеть славу мою? То есть я говорю, да, хочу, я готов умереть, ну, давай, я посмотрю, и как бы, ну, будет что вспомнить, да, я не знаю, какая у него была мотивация, но, в принципе, ради этого он готов был умереть, то есть настолько сильно было его желание познать Бога. И Бог чтит эти вещи, поэтому наше стремление к благословению, это, наверное, самое первое, чем мы должны обладать. Наше стремление к жизни Божьей, то есть вот эта вот любовь, во всем пытаться увидеть эту жизнь, пытаться найти ее, пытаться обрести, вот этот, я не знаю, вкус, дерево жизни, да, если мы к нему где-то прикоснулись, то есть мы пытаемся этот вкус где-то узнавать, мы ищем Бога, мы ищем Бога в разговорах, мы ищем Бога в общении, мы ищем Бога в людях, мы читаем книгу какую-то, мы там пытаемся вот уловить вот этот момент его жизни. Вот это вот первое, что можно посоветовать, наверное, если мы хотим приобрести благословение. Мы ищем славу Божью, мы готовы за этой славой гоняться, мы готовы где-то там услышать, мы... То есть, это те вещи, которыми мы живем, это те вещи, которые нас интересуют. И не потому, что мы хотим прославиться, мы понимаем, что какие-то вещи, где Бог являет себя, даже если ты потом об этом будешь рассказывать, никто тебе и не поверит. Ну, увидел Моисей этот куст, ну и что, что-то поменялось, как был пастухом, так и вышел. Просто пошел из Египет к фараону, попытался там что-то сделать, фараон его не слушает, волфы приходят, творят те же мои чудеса, то есть, вроде бы ничего особо не произошло. Один Моисей до конца понимал, что произошло. Вернее, как, один Бог до конца понимал, что произошло, но Моисей понимал, может быть, немножко больше других. Желание вот этой славы, желание жизни Божьей, да, желание, вот этот образ Божий, какой он есть, то, что мы читаем о человеке, та слава, которая была утеряна, вот мы хотим этого, мы хотим это видеть в себе, мы хотим это видеть в своих близких, мы хотим пробуждать те вещи, которые, в которых является Бог, мы действительно хотим этого преображения, о котором написано в Писании. Но, по большому счету, есть два момента, на которые еще нужно обратить внимание. Луки, 24 глава, 50 стих. Здесь мы видим описание последнего момента пребывания Христа на земле. Перед тем, как оставить своих учеников, перед тем, как вознестись, произошло что-то. Он говорит, 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки свои, благословил их». Далее. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Один из интересных моментов, когда Бог оставлял землю, когда Христос возносился, Он благословил учеников. И это говорит о том, что благословение Божье, благословение Христово, вот от полноты Его благодати, от полноты Его даров мы уже имеем его. То есть, так или иначе, Христос произнес свои слова благословения. На церковь, на учеников. И кто сегодня есть церковь, кто сегодня есть ученики Христа, определенное, я не знаю, это такое слово, право, что ли, на благословение. То есть, мы уже получили это благословение. В каком-то смысле, нам не нужно за ним так сильно бегать, как бегал Иаков, или как бегал Моисей. Тут Иаков боролся с Богом, говорит, я тебя не отпущу, покуда не благословишь. За нас эта борьба уже совершена. Христос боролся такой борьбой, таким борением, которого не было ни до, ни после него. И вот то борение в Гефсимане, оно по большому счету не звело в нашу жизнь Божье благословение. То есть, мы сегодня уже имеем доступ к источнику Божьей жизни. Мы сегодня уже имеем определенный доступ к Божьей славе. Образ Божий, о котором говорим, так или иначе, Бог его восстанавливает в нас. Восстанавливает в каждом отдельно человеке и в своей церкви. И второй момент, это первое послание Петра 3.9. Первое Петра 3.9. Здесь вот есть тоже интересная такая фраза, совет. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Оказывается, что мы наследуем благословение, благословляя других. Поскольку церковь имеет благословение, у нас есть определенная власть, определенная сила благословлять. И точно так же, как в прошлый раз я обращался ко всем советам, что, друзья, не надо проклинать. Я сегодня обращаюсь к другим советам. Надо благословлять. При этом мы должны понимать, что нужно благословлять вот то, о чем мы говорили. Если вы что-то благословляете, вы этому даете жизнь. Если вы благословляете какую-то гадость, то это будет живучая гадость. Поэтому гадость благословлять не надо. Мы должны благословлять то, что соответствует образу Божьему. Мы должны благословлять то, в чем является слава Божья. И интересно, что для некоторых людей вот такое благословение будет означать смелость. То есть человек имеет от Бога призвание, он им не живет, он робок по своей натуре. И мы благословляем его, и человек начинает делать какие-то шаги. Для одного человека так. В другом случае человек живет в грехе. Если мы правильно его благословляем, то благословение не проявляется в том, что он грешит и благоденствует. Благословение начинает проявляться в том, что человек начинает каяться. В его жизнь приходит жизнь Божья, и начинаются какие-то моменты, может быть, поражения того, в чем он находится сейчас. И человек начинает каяться. Для других людей это может означать восстановление определенных вещей. Кто-то слаб, в каком-то призвание Божье живо, но оно ослаблено какими-то моментами прошлого, какими-то ранами, еще чем-то. И благословляя этого человека, мы приносим его жизнь восстановлению. То есть благословение может проявляться по-разному в разной жизни. Но тем не менее, оно всегда имеет связи, оно имеет отношение к тем вещам, о которых мы говорили. Это Божья жизнь, это Божий образ, это восстановление Божьей славы. И я призываю всех нас говорить слова благословения в жизнь друг друга, в жизнь своих близких, в жизнь своих детей. Когда мы идем в церковь, благословляйте детей, на то, чтобы они получали какое-то назидание в церкви. Когда отправляете их в школу, благословляйте их. Когда кто-то уходит на работу, благословляйте. Когда вы приходите в дом к братьям и сестрам, благословляйте их благословением мира. Заходя в собрание, делайте то же самое. То есть говорите слова благословения. Слова благословения это в данном случае означают не только вот эта фраза, пускай тебя Бог благословит. Иногда это говорится с таким духом, который явно перечеркивает всякое благословение. Как я слышал, будь благословен, сам будь благословен. То есть понимаете, не об этом речь идет. Но опять же, когда мы говорим о том, что Бог творит в нашей жизни, когда какое-то решательство жизни Божьей, где-то у нас озарилась жизнь на какое-то мгновение, было все мрачно, серо, и тут Бог что-то такое сделал, яркая вспышка. И когда мы приходим, и когда мы делимся, когда мы говорим об этой вспышке в своей жизни, это приносит благословение окружающим. Мы тем самым благословляем других людей. То есть мы где-то передаем вот эту жизнь Божью. Когда мы говорим о том, что Бог проводит нас через какие-то испытания, в которых дает нам силы и так далее, когда мы видим, что через это испытание мы становимся более человечными с точки зрения Писания, с точки зрения Бога, об этом тоже стоит говорить. Это тоже есть слова благословения. Когда мы видим какую-то славу Божью, когда мы где-то слышим, что-то там случилось, там кого-то Бог исцелил, кому-то Бог даровал покаяние, у кого-то там родственник спасся, там что-то по молитве произошло хорошее. Это тоже слова благословения, когда мы говорим, когда мы делимся этим друг с другом. Это благословляет окружающих людей. В Библии не зря написано, что мы побеждаем кровью Агнца и словом своего свидетельства. Самое великое наше свидетельство это то, что Христос воскрес. И нам не нужно стыдиться этих слов, нам не нужно бояться жить и говорить, вести себя так, как будто Христос сегодня жив, потому что это на самом деле так. Потому что если это не так, то тогда действительно все не имеет смысла, о чем мы вообще говорим, чем мы занимаемся. То есть зачем заниматься чепухой, если Христос не воскресал. Но если Христос воскрес, то тогда все в этом мире мы можем рассматривать совершенно под другим углом. Совершенно в новом свете оно будет иметь совершенно другую ценность. Потому что воскресение Христово задало новый вектор развития мира. И вот в свете воскресения многие вещи, которые мы можем ценить, они обретают очень такую сомнительную ценность. С другой стороны, многие вещи, которые не кажутся нам особо славными, они обретают очень большую ценность. И всякий раз, когда мы принимаем причастие, я по-моему в прошлый раз говорил, что названа эта чаша благословения. Почему чаша благословения? Потому что мы размышляем о чем? Мы размышляем о том, что Христос совершил. Мы размышляем о том, что Он сделал для нас. О том, какие блага Он нам дал. О том, что Он восстановил нас в свой образ. Мы размышляем о той славе, которая была явлена в страданиях, смерти, воскресении Христа. И мы причащаемся Его жизни. То есть так или иначе, поэтому названа чаша благословения. Опять же мы видим вот эти все моменты. Еще один момент. Мы видим, что благословение во многом связано с производительностью, плодовитостью. То ли там потомство, то ли урожай, то ли обилие скота, то ли еще что-то. Я верю, что одно из благословений, которое мы должны все же в своей жизни испытать, это благословение вот этих двух хлебов и пяти рыб. Когда Иисус взял чуть-чуть, благословил это. И этого стало достаточно для того, чтобы накормить людей, и осталось 12 полных коробов. И я верю, что мы должны где-то серьезнее, наверное, относиться к материальному служению. Мы не просто можем рассматривать это, как там, ну, пришел, кинул копейку. Я думаю, благословлять эти вещи. Потому что Бог может взять эту копейку, каким-то образом умножить и использовать для того, чтобы мы могли послужить многим людям, и чтобы еще осталось. И я понимаю, что в данном случае речь идет не о том, что мы хотим обогатиться. Вот мы нашли мощный способ преуспевания. Надо благословлять, и тогда там будет много денег. Заметьте, Христос, Он это, ну, не просто принесли к Нему ученики, говорят, учитель, а ну благослови. Он благословил, и там у них сразу 12 коробов, и они пошли на базар, торганули, заработали много денег. Была нужда. И мы сегодня, мы имеем определенные материальные потребности в церкви. И материальные потребности, это вызваны не нашим эго. У нас есть миссия, мы призваны послужить. И для этого служения нам кое-что необходимо. И мы сегодня, как ученики, которые задаемся вопросом, Господи, там можно нам на 300 динариев пойти там где-то что-то купить. Где-то их взять, эти 300 динарии. И я уверен, что тот небольшой может быть ресурс, который есть в жизни каждого из нас, если он будет с благословением Божьим, то этот небольшой ресурс может сделать намного больше, чем какой-то огромный ресурс, но без благословения. И по большому счету мы сегодня имеем этот огромнейший ресурс, который мы по большому, мы недооцениваем где-то. Я подведу небольшой итог. Что такое благословение? Благословение это причастность к Божьей жизни. По большому счету мы можем сказать, благословение это отмена проклятия. Благословение это воздаяние, получение должной славы. Благословение это восстановление образа Божьего в человеке. И мы наследуем благословение, когда мы сами благословляем. Когда мы сообщаем Божью жизнь, когда мы стремимся к этому, когда мы ищем, когда мы говорим об этой Божьей жизни, И когда мы размышляем, одно из самых сильных средств благословения в нашей жизни, которое Бог нам дал, это причастие. Это та чаша благословения, в которой для нас есть жизнь, в которой для нас есть определенная сила, уверенность. И с этой мыслью, друзья, мы будем приступать к причастию.